О том, что Владимиру Плохотнюку понадобится перебить череду неудач в Бельцах и Кишиневе какой-то забористой провокацией, предупреждали многие политики и эксперты. Но многие забыли, что провокация была подготовлена заранее. На следующий день, после проигрыша кандидата-социалистов в Кишиневе, демократы подкинули им отличный повод для восстановления поруганной репутации. Конституционный суд отменил закон об особом статусе русского языка, как языка межнационального общения. Социалисты по этому поводу начали протестовать аж заранее. Все это выглядит довольно предсказуемо. Две правящие партии, у одной из которых все еще есть рейтинг, а у другой его нет вообще, постоянно друг друга выручают. Не мудрено, если партия социалистов потеряет слишком много, то на осенних парламентских выборах, которые пройдут по системе, одобренной Плохотнюком и Дадоном, по спискам ПСРМ олигарху не удастся провести достаточное количество людей, чтобы снова захватить большинство в законодательном органе. Срочно нужны провокации, против которых социалисты будут протестовать и которые будут использовать осенью в качестве основы для своих предвыборных обещаний. Одна из таких – лишение русского языка особого статуса. ПСРМ на парламентских выборах теперь может говорить, что вернет русскому языку статус, если одержит на этих выборах победу. Проблема для демократов и социалистов состоит в том, что граждане давно раскусили смысл их театра двух актеров. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты выборов в Кишиневе и в Бельцах. Почему бы Игорю Дадону и его сторонникам честно не поведать людям один простой факт? Если бы социалисты не подыграли демократам с введением смешанной системы выборов в парламент, у ДПМ вообще не было бы шансов на грядущих осенних выборах. Социалисты спасли демократов прошлым летом. А демократы вытягивают этим летом рейтинг социалистов за счет провокаций с русским языком. Услуга за услугу, скажете вы. Но в этой системе на выигрышных позициях всегда остается только один. И это вовсе не Игорь Дадон.